Вы знаете, у меня внук маленький, второй класс сейчас закончен, Тимофей, он страшно непознательный, конечно, как психологов и он. Графейт периодически прибегает и говорит, где-то скачай что-нибудь, ну там, Гарри Поттер или еще что-нибудь, фильм. Тут прибегает и говорит, скачай фильм, чехокеанский выигрыш, я говорю, да там какой-то робот там, ну ничего, мне нравится, я трейлер видел. Ладно, скачал фильм, смотрит, сейчас я отвечаю на ваш вопрос, да не думал. Значит, смотрит, говорит, смотрел, минут 15-20 посмотрел, не будет, не будет, страшно. Мне кажется, что у нас, мы все немножко такие звуки, Тимофей, потому что, по-моему, наши ребята, на самом деле, поняли уже, телевизионщики многие, что так нельзя, а и работают они сейчас несколько иначе, на самом деле. Просто, понимаете, все познается в сравнении. Вот какое-то время тому назад, условно говоря, при Гусинском НПВ, вот ровно это и было. Все рушилось, падало, грохотало, все хуже и хуже, и хуже, и хуже. Сейчас, по-моему, нет. Сейчас, по-моему, как-то более вменяемо стали к этому относиться, потому что, на самом деле, вы правы, многие люди, да почти все люди, они так устроены, что они волнуются, переживают, они индуктивны. Если это особое творческое такое строение организма, то они очень заряжаются, очень сильно играют друг от друга, и им кажется, что жить надо есть, а жить надо совсем другим. Поэтому, если, по большому счету, вы заняты некой работой по тому, чтобы во всех смыслах слова, как вы говорите, заботиться о читателях или о слушателях, и так далее, то, конечно, вы должны будете этим заниматься. Я не знаю, когда плохие новости передавать, к вечеру или с утра, понятия не имеют. На платном канале. Может, отдельно на платном канале, вот для тех 7%, которые энтузиасты и другие. Может быть. По-востокому-то, да. По-востокому-то, да. У всех плохое, то же, по-моему, процент уменьшится. Ну да, у всех же плохое. Пока, суть до дела, я вам, знаете, вот, что скажу. Мы с вами затронули неожиданно, да или я, не знаю, вот эту тему о том, что вот этот разрыв поколенческий, когда мы что-то объясняем или говорим, или там бьемся, а понимают ли нас следующее поколение, большой вопрос. Вот я вспомнил, даже нашел здесь у себя запись. Вы знаете, меня Виталий Петрович Третьяков позвал в прошлом году быть у него председателем выпускной комиссии по факультете телевидения Московского государственного университета. Он декан этого дела, и это самое главное. И вот я пришел к нему на... Ну, посмотрел ребят, девчат. Ну, нормальные девчата, ребята, дипломные работы я их там посмотрел. Ну, конечно, многие меня поразили. Ну, во-первых, они явно списаны просто откуда-то, безусловно. Ну, из них надо, скорее всего. Но понравились те, кто все-таки что-то там свое внес, и так далее, и подобное. Ну, в целом, ребята такие живенькие, умненькие, и перспектива... Там есть такие, которые уже работают на телевидении, одна там даже на Первом канале уже корреспондентом продлилась, в общем, ну и так далее. Ну, конечно, для меня это было огромным уроком, и я это тоже воспринимаю. Это то, как я неправильно оцениваю, сколько всего я неправильно оцениваю относительно этих вот этих малолетних людей. Вот у нас, по-моему, не проходит месяца, чтобы не показывали на каком-то канале, в Москве, по крайней мере, фильма, там, 17.5. То к празднику его попали, то еще что-то попали, то в разбивку, то целыми днями нужно будет, и так далее. Я, ну, вот, наверное, все мы с вами представляем, что люди, да, они понимают, о чем это отвечает, да, нам кажется. Мне, например, все понятно, да, это наш разведчик, в тылу врага, ну и так далее, правильно, да? Ну, кто никакой фильм не видел, ну, и тоже нормально, и живет без него, и тоже хорошо, ничего страшного. Вот. И вдруг я читаю дипломную работу девушки одной, которая в это время докладывает, там, так, она докладывает, а члены комиссии в это время листают, читают. У нее тема, ну, какая-то там, реклама, еще что-то на телевидении, продакт-плейсмент и так далее, и так далее, и так далее. С изумлением читаю, я вот прочитаю, что я увидел. Она в введении, так сказать, ей надо осветить исторический ракурс еще какой-то, как история, вопрос. Она пишет про продакт-плейсмент. Все знают, что такое продакт-плейсмент. Или всяк. Значит, продакт-плейсмент, если кто-нибудь... Я знаю, кто Пескова, не знаю. Да, вот, вот видите, вот так мы с вами и живем. Вы, конечно, знаете, что такое продакт-плейсмент. Это дурацкий, просто в русском языке она, наверное, нет. Конечно, вы это видели. Когда в фильме «Ирония судьбы», значит, она дарит ему прикву Агидей. А когда Джеймс Бронд ездит на машине конкретно Астон Мартин, то это продакт-плейсмент. То есть это скрытая реклама той или иной торговой марки. И что же эта девушка пишет о том, как продакт-плейсмент, значит, там, работает и так далее. Клик на себя знания не остается. Вот, послушайте, я же не случайно же начал. Еще в советские годы, пишет она, вот это она ниоткуда не списала. Молодец. Кстати, поставили ей, по-моему, все равно пятерку. Просто за то, что хотя бы она это не списала. А там сама придумала. Еще в советские годы продакт-плейсмент стал успешно проникать в кино и на телевидение. Тут она права, про Агидель. Я бы все равно про Агидель упоминал. Или про что-то? Я бы сказал, да. Так, в многосерийном фильме «17 мгновений весны» один из героев, Шелленберг, курит сигареты Кэмелл, на что операторам и режиссерам акцентированно обращается внимание. То есть Шелленберг рекламирует у нас сигареты Кэмелл. Агидель? Значит, для нашей аудитории. Да, понимаете? Фильм снят там, каким? В 70-м? В 75-м. В 75-м году. Молодец мужчин понимает, о чем идет речь, да? А мы понимаем с вами, какой Кэмелл? Когда кто-нибудь привозил Кэмелл, все бросались его курить, даже те, кто не курил, никогда. Потому что это Кэмелл. Посмотри. Посмотри, понюхай, нюхай. Понимаете, это же Кэмелл. Фантастика. Ну, дальше. А он рекламирует его. Плохо продается. Кэмелла завались в Советском Союзе, а продается плохо. И хочется Шелленбергу курить Кэмелл. Ну, ладно. В художественном фильме Иван Васильевич меняет профессию. В кадре несколько раз возникает магнитофон фирмы Сименс. То есть затоварка Сименсов у нас полная. Девушка пишет, что вашу, например, на логическое. Пишет. И поэтому, конечно же, Гайдаю поручено ссунуть, продать в плейсинг, туда этот Сименс, да? Чтобы как-то ведь распродать этих хамилл. Забалы кругов. Комета, Яуза, значит, все разобрали. А Сименс нифиг не берет. То ли дорогой, то ли не знаю. В магазине для моряков. В магазине для моряков тоже, кстати. Были такие магазины, девушки. Были магазины для моряков специально. Где моряки могли отоваривать. А в бриллиантной руке рекламируется сетевой отель «Атлантик». Где происходит одна из ключевых сцен картинки. Сценой обольщения товарища Горбинского. Я ей говорю, девушка, говорю, ну что, действительно, вы полагаете, что Шеппинер курит, как ему интересно тренируется табаком, для того, чтобы продвинуть? Она говорит, а как ее начать? Просто так, что ли? Деньги заплачены, он и курит там, где пройдет. Бюджет фильма. То есть, все, у человека уже абсолютно достает. Я и говорю, слушайте, я говорю, подождите, вы же не понимаете, это же, ну, это совершенно другую природу имеет. Это касается Шелленберга, то история просто в том, что, несмотря на то, что он немец, он все равно понимает, что немцы плохие сигареты выпускают, и он не может курить плохие сигареты, он аристократ, и он курит Кэмэлл. Хотя, на самом деле, он курит вражеские сигареты Кэмэлл, и в этом фишка фильма, вовсе никакой не продакт-плейсмент, ничего. Я ей говорю, и потом, смотрите, он же фашист, а если бы это был продакт-плейсмент, это же отпугнуло бы? Кто фашист? Анармис. Кто фашист? Ты говорю, Шелленберг? Фашист? Ну, как, ну, ну, не знаю, но, наверное, член же был, конечно же, национальный. Я уж так глубоко-то не стал удаваться, видимо, она не в этом смысле. Фашист? Вальтер Шелленберг, человек внешней разведки, службе безопасности, вот дети варили. Она мне говорит, ой, она так за... ей так стало плохо. Она тут поняла, что сейчас все, ее завалят, поставят. Эти старые эти, она так на меня смотрела, на нас, на всех, вот эти старые люди, которые сейчас вот, откуда-то знают этот чертов Кэмэл? Зачем я его вставила? Думала она, ну, я дура. То есть на нее вот вся гамма чувств на лице отобразилась на ее, мы все на эту пятерку поставили, вот, честно вам говорю, но попросили, они же там, у них есть какой-то зазор, по-моему, один день там, диплом можно доработать и вот перед печатью. Я говорю, просто сделай, давай ты поклянешься, что ты убедешь. Кого? Значит, если никакого дня ты не формулируешь, давай, или потом, а в остальном у тебя, все-все-все. Понимаете? То есть вот эта вот история, она сейчас меня не может, я слишком много вам про это рассказываю, но она меня очень занимает, вот эта история о, мы работаем, а что? Все я понимаю. То есть вот какое-то постоянное, постоянное ощущение, что тоже огромное количество усилий пропадает. Я был в Калининградском университете, читал им там большую лекцию, и знаете, в такой же своей манере я им рассказывал, что надо быть журналистика, что надо быть любознательными, умными, начитанными, что надо вот это знать, и вот это знать, или дело-то надо знать, и кто надо знать, и так далее. И они все слушали, пивали, записывали, все как прожим, все нормально, да. Потом одна девочка встала и говорит, слушайте, а он говорит, у нас на параллельном курсе, или как она сказала, где-то, да, знакомый, вот такой-то Васик, да, вот он дурак-дурак, а придумал интернет-сайт, а там все, мат, перемат, ужас разные, всякие, никакой любознательности, никаких знаний там нет, и тому подобное, один, что вы на это скажете, что вы на это скажете, вы нам тут рассказываете про то, как надо, какие мы должны быть, и так далее, да, не знаю, я, ну, что-то я про Буровин, у меня ответа нет, я поэтому сейчас вот так, вот, и, тоже для себя пытаюсь понять, да, можно как раз, в контексте вопрос, девушка, мы никак к информационной войне, прошу прощения, мы никак к информационной войне не говорим, а у нас сейчас тот перерыв, а потом, да, о, так я не опоздал, почти, но там, да, два существенных момента, вот, для истории с девушкой, во-первых, что современная молодежь слабо представляет, да, и понимает, что было, грубо говоря, как 30-40 лет назад, хотя в исторической перспективе, это там, ничтожный ответ, и второй момент, тогда, допустим, мы решили, было другое государство, другая система взаимоотношений, другая экономика, вот, подкатывая как раз, нашу тережку информационной войны, но сейчас, вот смотрите, когда есть рыночная идеология, когда мотивация любого предприятия, в конечном итоге, является прибылью, и вот не является, не будет ли это той подножкой, вот, в решающий момент, когда информационная борьба выходит на первый план, и это, скорее всего, пропагандистская машина, да, битва пропаганд, в хорошем смысле слова, сейчас пропаганду, вот, да, но, когда большие здания, даже та же комсомолка, да, это все-таки, в первую очередь, коммерческие проекты, и, допустим, хорошо, когда коммерческие интересы, как-то совпадают, вместе с государственной войной, с государственной пропагандистской, рингой, да, хорошо быть, здоровым и богатым, лучше быть, и не получится ли так, что, когда какие-то расхождения появятся, но в тот момент, когда как раз нашим будет выступить идея фронта, тут мы, да, споткнемся. Вы знаете, Константин Семин, журналист, который ведет передачу агитации пропаганды, он в одном тексте хорошо, так высказался по поводу того, что вот сейчас у нас в эпоху рыночных взаимоотношений общество надувает пустых индивидуалистов. Он говорит, «Ребят, если в сороковом году, в сорок первом, вместо советский народ, вместо голоса Лилитана услышал, что прокалывает, за прокалывает, или, допустим, за родину застали, на место Лилитана говорил бы Борис Моисеев, смогли бы мы 9 мая 1850 года победить, понимаете, то есть рынок не помешает ли нам, то есть у нас такое же капиталистическое держава. Ну вопрос, на самом деле, одного ответа не имеет, мне кажется, это как прокалагандистское, да нет, оно ничего не помешает, мы все преодолеем, мы всех победим, нет такого ответа. Понимаете, концептуально мы прошли с 2000 года, мне кажется, определенный тоже путь. Во-первых, мы, я сейчас не буду говорить про 90-е годы, когда у нас было как примерно, как сейчас, простите, вы простите, господи, на Украине, какое ощущение, что запад нам поможет, что они с пятой видят, как, значит, с нами хорошее отношение на Лаве, они это будут делать, конечно, только в своих видео. Я помню, в 90-е годы вы пойдите, вы пойдите к некоторому количеству людей, которые там маршируют, ходят, и скажите, слушайте, Ельцин, вы будете проклинать Ельцин через хосте. вот сейчас вы его целуете, он ездит с вами в троллейбусе в одном, по Москве, да, через 6 лет это будет презираемый вами человек, на выборах в 96-м году, он наберет по подлинности и 6%, тем не менее, станет президентом, потому что это просто в наглую натягивать эти цифры, да, и сказать вот именно а одним из главных лозунгов через 6 лет станет банду Ельцин на подсуд, что вы мне сказали эти люди? Это тоже, что мне сейчас скажут наши украинские друзья, товарищи, партнеры, если я от них скажу, фаршер бандит, значит, лицебур жуев, и так далее, и тому подобное, вы еще наплачете, вы же сами их и снесете, конечно, у вас хватит духа, если у вас, конечно, есть внутри стержень, а в русском народе он был, а у них-то что-то, я не знаю, они наши как-то, обожали, обожали, потом смотрят, нифига тебе, мы его обожаем, а смотри, что творится-то в стране, все падает, рушится, и вообще все растоптано, и ни будущего, ни хлеба, ни зревич, ни детей, ни внуков, непонятно, как лететь дальше, и так далее, ванду Ельцина-батсу, то есть, это вот категория людей, когда хорошо бы это, что, когда плохо, плохо, их довольно много, и мы проделали огромный путь, ну, скажем так, сначала была вот эта вот, такая, безоглядная, но они тоже, кстати, в той стране, помните, стиль, знаменитая песня, рушензи, в лавре, и в Челленд Ту, вот открытие, там тоже сидят люди, стиль, не последний человек, в тамошней, значит, этой тусовке, он пишет песню, русские тоже любят своих детей, это прорыв был колоссальный, ходили петь, там, значит, люди, наконец, до них дошло, фантастика, понимаете, вот это один этап, следующий этап, это сознательно, скажем, с 2000 года, путинский такой этап, скажем так, когда сознательно, совершенно, Россия демонстрировала, во многом уступая, демонстрировала европейскую ориентированность и свою заинтересованность в том, чтобы встроиться в цивилизационный, общий мировой процесс, да, со своими, ну, да, ну, да, со своими, это, вот тут мы будем, тут мы вам, мы вам будем продавать наши ресурсы, а вы нам давайте технологии, а вообще давайте систему безопасности развернем от Лиссабона до Берингового пролива и так далее, и единое экономическое пространство создадим, еще что-то там создадим, значит, вы знаете, вот наш, наш союз вот этот, Белоруссии, Евгогазиатский, Белоруссии и Россия, и Казахстан, у него почти все документы, мало кто над этим задумывается, но у него почти все документы и нормы, это нормы Евросоюза, ну, там будет ширина, ширина, колеи, да, еще, ну, с колеей-то нет, конечно, да, но многие, там, знаете, там ведь есть, там ведь есть и даже, ну, например, если многослойный кабель, то там есть определенное количество этих нитей, и оно там было одно, а там другое, и постепенно это все приводили, и при этом держали в уме, что еще бы хорошо, чтобы это совпадало с Европой, хотя Якунин собирался строить отдельную колею, нашу, царскую колею туда, специально, чтобы не перекатывать тележку туда, но в целом, вообще, вилка с розеткой должны были как-то потихонечку срастись, и на этой вере, на этой вере, у нас эти годы-то и прошли, между нами говоря, очевидно, но правда, Путина пригласили в восьмерку, создали специально восьмерку, восьмерку и седьмой, что он гордо отказался, что ли? Нет, он туда пошел, и там был, и был влиятельным человеком, когда в журнале Тайм, его, вы, собственно, на портреты они подобрали, конечно, не самые замечательные, но когда он стал главным человеком гордо, что, отказались, не радовались? Нет, почему? Радович? Ну, знаете, Сталина тоже Тайм человеком гордо гордо. Ну, кстати, да. Потом да, да. Ну, это просто, это журналистское дело такое, да? То есть, у нас было это движение, несомненно, было. Сейчас они говорят, это все была ложь, фальшь, провокация, это просто нас усыпляли, нашу бдительность, захотели, не факт, не факт. Может быть, кто-то и усыплял, а наши банкиры, которые там брали кредиты по 2%, и наживались на мере по 4, да? И наживались здесь с дикой силой, а ничего. Они, безусловно, строили такую экономику. Они пользовались, безусловно, Западом, но и Запад пользовался ими. Кое-чего им тут отругали, значит, в плане там совсем уже отвратительного отношения к природе, закрыли им там ряд проектов 90-х годов по той или иной нефти, там, там, то, сям, так и так далее. А вообще-то, посмотрите, сколько всего понастроено. Автомобили выпускаются, BMW шлёпают, что говоря про всё остальное. Да нет, просто мы не замечаем, но это колоссальный был сделан, был колоссальный сделан шаг по отношению к Европе. Колоссальная была история о том, что мы демонстрировали миролюбивое отношение. И Камрай мы сдали, и Кубу мы сдали, и оттуда ушли, и отсюда ушли. И только, что мы получили здесь? Ну, понятно, что под границу, под границей России получили новое вооружение, систему ПРО, и программа «Восточное партнёрство» вверх, не лицемерие, не в общем, надвости, когда «Восточное партнёрство», но мы без нас. Как правильно говорить же тот же Кубин? А что это такое? Маша музыка. Вообще здорово, кстати. Ну, на самом деле, это кто? Какая-нибудь Энния, да? Такая транс такая. Понимаете, вот поэтому сказать, что мы, мы, вот отвечая на вопрос, мы же двигались в некой, как это, противное слово, парадигме, да? Мы же двигались, как правильно, как правильно назвать, мы хотели, если не да, немножко хотели воспользоваться, немножко подоить этот богатый запад, как Путин всегда говорил, что это жирные коты. Он именемскую речь произносил довольно резкую, но в целом в эту систему мы и желали и хотели встроиться, ведь это же они не захотели, или лучше сказать, американцы не захотели. Поэтому мы настраивались на одно. Вы правы. Мерилом многих отношений действительно стали деньги. Но с другой стороны, вот, понимаете, все же на живых примерах. Вот, например, газета «Известия». Газета «Известия», которая устроена, пока не пришел эффективный собственник туда, она была устроена следующим образом. еще и при мне это застали. Ее, она была, она принадлежала в гастром виде, это не секретный человек. И как она жила? Газета выходила, имела благоприсловий тираж в 100 тысяч, между прочим, экземпляров, что для нынешних тиражей, сейчас нынешние газеты, по-честному, если сказать, там и трехтысячный наберется бумажный тираж. Да? А это был подлинный реальный стоптысячный тираж, и он доставлялся, доставлялся в еще в 2000-е в 2004-м по 2007-м такого рода, да? Так вот, он доставлялся по Саратову, по этому самому, он печатался в Новосибирске, там было 100 подписчиков, но они там были, и они там что-то продавали, это все. Это гигантская, гигантская, гигантская фабрика поджигания людей. Гигантская. Ежедневная газета, это вообще фабрика поджигания, подбросания денег в топ. Вопросы, как же мы жили? А нам, Господом Богом и советской властью, было завещано, и, значит, мы его получили ни за что просто. Здание в центре Москвы, как вы знаете, возле памятника Пушкина, столько квадратных метров, что и не с него там все, да? Значит, известия выглядели на самом деле по правде. Выглядели следующим. Два этажа, сидели эти самые, да? А все остальные восемь этажа, сколько там у них там? Нет, шесть еще, да? Еще шесть этажа, там сидели друг на друге арендаторы. Эти деньги шли в газету, в газету. А чтобы совсем было хорошо, и чтобы газете еще лучше жилось в этой ситуации, наверху горели, знаете, как Мэна Текил Фарес, там горели, горела напис САГАС. И, значит, и тоже это капало. Да? И, значит, Мегазпром нам тоже рекламу специально под это делали. Но, чтобы уж совсем нам стало хорошо, мы тогда еще вот все это здание завесили огромные, вы прозрасти, такая была прозрачная реклама, когда отсюда смотришь, вроде как она завешена, такая ткань, да? Так, плотная, да? А внутри, ты знаешь, когда оттуда смотришь, она все в дырочках, такая, и свет попадает более-менее в окна, Так вот, все известия были завешены вот так вот, весь бок, там была гигантская реклама и все эти деньги собирались и бросались в эту току. И выходила газета, и, конечно, никакая газета ни за рекламу, ни за подписчика. Это составляла, реклама и подписка составляла, я не знаю, 20% стоимости этого газета. И для кого не секрет, я ничего не говорю, не ровно, не ровно. Эффективный собственный того времени приходит в такую контору, он что вообще должен делать, если честно? Если положить на это сердце. Если забыть сейчас о том, что, если, это мы с вами сейчас говорим, ой, нам нужны газеты какие-то такие, да, вот, бороться нам надо, ой, 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 у нас там информационная война, а тогда, какая информационная война? Мы идем в цивилизованный мир, Европа, или одна там, а у вас тут все завешено вольво, а деньги вы тратите на 4,5 экземпляр, газеты «Известия» в Нижнем Новгороде. Вы что? Думаю, уму непостижимо. Закрыли. Ну и все. Когда наконец пришел в новую, 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 и с этой логикой, вот, по большому счету, можно с этой логикой спорить или нет? Вот не знаю. Вот мы тогда никаких аргументов не нашли. Как говорил прекрасный генеральный директор «Известия», в котором проработали, душа, душа, четыре года проработали, Петр Гавлевский, он всегда на наших посиделках, между собой, как он себе говорил, «Известия, прекрасный, удивительный, замечательный бизнес-проект, если еще нету, чертова газета». Когда пришел собственник, так сказать, новый, то он первое, что сделал, он разделил мухи отдельно, борщ отдельно. Значит, газету из здания раз, здание отремонтировать, сдавать. А сейчас там будет ремонт, там сейчас будут троллеры, там же есть еще пристроено, вернее, наврока, там же есть кусочек вообще исторический, который нельзя тролить. Мы не думали, конечно, все это пустить под нож, в 90-е годы, но не пустили. Кто-то стоял, не думали, сказал, нет. Поэтому такая концепция была, понимаете? Была такая концепция, что концепция провалилась. Значит, либо мы переоценили что-то, либо мы недооценили, либо ее концепции никогда не было, тем, что было обман, значит, мы всегда хотели дружиться с Китаем, мы воевать с Европой, но в таком смысле воевать не физически. Значит, план, да? Это уже пожалуйста, это можно рассуждать, можно там описать. Вот тот факт, что сегодня у нас, безусловно, вы правы, безусловно, мы сейчас совершенно по-другому это оцениваем, и совершенно другие критерии будут сейчас, вопросов нет. А знаете, как с выборами. Пока выборов нет, ничего никому не надо. что там в газете, живут они, не живут, выживают, не выживают, да фиг их знает. Как только начинаются выборы, выползают эти депутаты, все остальные, начинают с квадратными глазами бегать, куда бы им пристроить эту чертову заметку о том, какие они великие, а некуда. А почему некуда? А потому что авторитетных изданий мало, если не сказать, что их нет, да? Вы же сами их и угробили бесконечными своими этими трюками, да? Вот. Ну, значит, вы и угробили, они угробили, все угробили. Все говорят, вот буду печатать такую заметочку про то, какой я великий, да? В объективном издании и ее взять. А взять нет. И тогда начинается, все дают денег, печатают, специально создаются какие-то листки там, то-се, пятое-двадцать-тое. Я сам принимал участие в разработке такого боевого листка, что прямо говорю, второе воплощение газет в «Не дай Бог» во время президентских выборов. Там где-то какие-то звезды сложились и сошлись, вернее, и было принято решение выпускать такую вкладку одновременную в аргументы и факты в «Консомольскую правду» еще куда-то, да? Гигантским совершенно тиражом, который бы смысл этой истории был бы такой, что мы не допустим там сползание России к революции, что она подспудно за Путина, это, ну, как бы, понятно, да? Но смысл не в том, чтобы прямо пропагандировать, кричать, что он не великий, не генеральный, как мыслящая часть аудитории подвигать к тому, что нам надо сейчас все это развалить, зажечь, окровалить и так далее. Да, эти не надо. «А как мы, наверное, мы это бьемся? Как ты думаешь?» Говорю, «Мы тебе не навязываем, ты сам скажешь». «Слушай, придется…» «Наверное, Путина говорит, вот мы. Вот мы. Сам придумал, обратите внимание, мы тебе не, это самое, не впихивали эту идею, мы тебе оконулируем. На этом пути у нас были очень интересные, кстати, уж если говорить об этом, одно из самых больших успехов в этом скромном, прямо скажем, пропагандистском издании это было, я сам пошел, сделал интервью с тем же Алексеевичем Генедиктовым, между прочим, который, не скрывая, говорил там о себе, но он, например, он сказал ключевую совершенно, фразу, он сказал, «А я буду голосовать за Путина». Правда, там в самом тексте было написано, что в том случае, если будет второй тур выборов, а нужен подлинный товар и так далее. Но смысл, история этого не меняется. Это сработало, конечно, в какой-то там мере, чуть-чуть, но сработало. Потому что, он всегда был здравый человек, на самом деле, вовсе не... Там у него есть сумасшедшие ведущие, всякие люди, но он-то сам человек совершенно системный, очень понимающий. И вот он, с чего, возможен, спокойно, как тот поэт, о котором я рассказывал, в этом боевом ливе, в листке опубликовался, только на меня, только с такими текстами. Но можно сказать, что он, как человек, проложился, немножко, ну, может, не без этого, он чуть-чуть, и подожился, но он понимал, он ответственность чувствовал. Помните, он же, он у нас символ всего оппозиционного, но посмотрите, когда он поехал на Украину, и его потащили на это громадское телевидение, и стали вот нести эту ахинею, три часа, по-моему, они вели, да, и что он им отвечал. Он за, он за, вы понимаете, оппозиция, он не оппозиция, он то, что он говорил, это справедливо. Это справедливо. Я согласен со многим, 90% всех, что он говорил. Он говорит, что он реально заходил. Ну, он, конечно, хитрый какой, но он нормальный, хитрый, главный редактор. Нет, человек просто безнадежно отстал от украинских способов ведения. Или наоборот, сильно ушел вперед. Вот это мне неинтересно. Конечно, у них сейчас там, то, что у них сейчас там творится, понимаете, нам сейчас еще, вот, нам это, я имею в виду, ничего, я не буду скрывать, что, конечно, пропагандистская составляющая сейчас, да и вы это прекрасно понимаете сами, она увеличивает журналистики. Я всегда подобные встречи раньше не начинал, что первой информационной войне умирает журналистика, ее пристреливают, прямо она только из-за попы, ну и все. Ну это факт, это уже просто банальность, ну куда делаться, ну это факт. Но, вот, почему, скажем, наши пропаганды, российские пропаганды, легче все-таки, чем их, украинские? Ну потому, что мы, хоть на какое-то количество процентов, да, отчастно-ручных, отчастно-ручительных, опираемся на правдивое описание положения дела. Нам легче. Понимаете, в чем дело? Это удивительная, и это применяет с тем, что приходится, мы выполняем, как бы, пропагандистскую задачу, с одной стороны, тема лекции, называется, по Джеймсу Бонду, да, смешать, но не взбалкивает. Пропаганда и журналистика, смешать, но не взбалкивает, так говорил Джеймс Бонд, когда просил сделать себе стоктейль. вот, знаменитая правда. И вот, вот эта вот история о том, сколько там процентов, чего, она для нас очень выигрышная, в том смысле, что мы за. Я был здесь в Крыму на референдуме, и я сам видел, как люди голосовали, и что творилось? Мне не впадет, что здесь проголосовало за вообще-то 8%, а Креписали 90%. Я разговаривал с крымскими татарами, которые не пришли к Крыму на референдуме, они не пришли к Зависиме. И я знаю, почему они не пришли, и как это было. И так далее. И я, все, что от меня зависло, все это вот рассказывало. Это наподобление. Или это, это что, журналистика или наподобление? Вот, приятно, правда, говорит, легко. Как про правду Бонгарк писал, да? И Ешорк говорил, правду говорит, легко и приятно. Надо говорить, легко и приятно. Вот, ну, смотрите, есть, есть грандиозные примеры, я не знаю, какая-то была война информационная, какая-то, точно шла Великая Отечественная война, а в это время работали, работали военными корреспондентами, разные люди, ну, например, поэтси. почитайте иначе. Возьмите просто, это еще и хуже, чем Бескорб. Это Симон еще, там есть еще Симона, вы будете смеяться, там есть Симона, еще раньше. Если вы откроете его, почитаете его, просто из любопытства, видите, там какая, у него, он же человек-то откровенный, и он не просто б-бу-бу-бу, вот эти вот барабаны, да, у него, он так не умел, он очень тонкий человек, Галетина Серова, она с нетонким человеком не жила. Смотрите, что он пишет? в своих программах стихотворениях, которые «Жди меня», ты помнишь, Алюшу Дорогой с Малейшиной и так далее, еще там целый ряд. Он пишет абсолютно фантастическую, правдивую совершенно вещь, что когда началась война, и он потащился вглубь России, смотреть, как это происходит, он это увидел и понял впервые, он сидел в Москве, он был писателем, поэтом. И вдруг ему открылись старики эти, плачущие, вернее, истовые, да, провожающие, старухи, состояние дорог, деревень, ощущение, что там творится по-настоящему. И вот это, вот почему его стихи тогда такую роль играли, там вот это была правдивая основа. И когда люди их читали, смотрите, сколько пропагандистского хлама со времен Великой Отечественной войны. Там и был пропагандистский хлам, ну конечно, он поступил свою роль. Знаете, как это отстреленные гильзы, они вылетали, часть патронов попадала, гильзы вылетали и так далее, и так далее. Там уже идет, когда идет такая война, в том числе пропагандистская, ничего, греха каит, тут все, все, все хорошо. Но смотрите, от тех пор остались живые, натуральные, те, которые несли внутри правду. Они были аранжированы подчас, излишни, или там как, мы сейчас не очень понимаем, как это, или так далее, или наоборот понимаем. Теперь неважно, если бы Зоя Космодемьянская не была реально, не существовала реально, говорят, у него в натуре в итоге, нет, граждане. Она была, и это факт, молодая гвардия была. И тогда как Фадеев написал совершенно не то, что было там на самом деле в Краснодаре, или наполовину, нет, не то. Он добился интересного эффекта, он почти все в стране, кому это было интересно и дорого, ему поверили, как художественное произведение. А в Краснодаре его не пускали преступать. Потому что он, многие люди там, а это же были дети, да, ну там, были истории с предательством, которые он, он художественно описал, он не обязательно вот, там, Стакович, Третьекевич, да, ну, может там все, может художественное произведение писать. А люди там, это как правду не поняли. А все остальные люди, которые издали, и за ложь его возненавидели, особенно родня, и даже те, кого он написал хорошо, они не хотели, с фильмом был еще скандал. Это на него очень сильное впечатление произвело, он сильно пил, и потом еще не застрелился из-за этого, у него там роман, что-то на металлургии не пошел, вот так далее. А тут еще эти, с молодой гвардией, он вдруг осознал, что, вот, он, наверное, написал некую художественную правду, вся страна в этом мире. И стране нравится. Все книжки читают, в школе программа вошел, фильм, где Герасимов снял, Нонна Мардюкова сыграл, все хорошо, да? А там есть люди, которые говорят, это неправда, это было не так. И он говорит, да я же ради всех остальных, а мы ничего не хотим, а что нам все остальные? И это сильно бьет по этим, поэтому для нынешнего нашего пропагандистского запала надо всегда иметь в виду в его. Надо, желательно, чтобы это не только сегодня сработало, но и как-то было достойно, там еще не важно, чтобы там был серьезный элемент правды. Понимаете? Это очень важно, это очень важно. Потому что когда за палец пропагандистам у нас на родном канале показывают, как это значит, и показывают женщинам, как, то есть, как, то есть, как, то есть, ребенка, кто объясняет, с чем, ничего не убивают, обычная легенда войны, это же тоже очень интересная вещь, то, конечно, с точки зрения эффекта, но какая это пропаганда? Никакую меняют они пропаганды. Сейчас же невозможно так. Раньше можно было ведь, смотрите, вот еще, современное состояние, чем отличается от прошлого, вот этой войны-то нашей информационной. Раньше у Лида долго ехала. То ли было так, то ли не было. Других газет не было. Все радиоприемники в годы войны взяли и сдали людям. А потом их просто сдали по описти. Потом, где они не разгромили, значит, этих городах, они получили их обратно. По списочку только радиоприемники были, только по списочку тех, кому богат. А там радиоточки были там сейчас. Да какой? Что с этим делать? Ну, наверное, сейчас создана такая система, что уж на крайнях, была такая поставлена задача, и на крайнях, насколько я знаю, можно вырубить все, даже интернет. Видимо, вместе с электричеством, конечно. Но это на крайнях. А история это не в том, чтобы дожидаться этого крайняка. История же в том, чтобы, базируясь на реальной ситуации, на отчаянных людей, на наших возможностях и так далее, победить как-то. Владимир Владимирович Путин однажды сказал, когда ему в прямую задали вину вопрос, говорят, я, правда, сам не присутствовал, но передают, ребята, журналисты. Я думаю, это не секретная информация, его спросили. Ну, а что, а вдруг война, да? Он говорит, нам войны не нужны. Нам нужно победить. Вот эта вот формулировка, понимаете, вот это очень важная, вот это очень важная, да, я сейчас, сейчас, вот это очень важная формулировка, а добиться сложно. Ну, все равно надо на правду опираться, деваться не туда, даже в ходе информационной войны, да, даже в ходе, слушай, пусть они опираются на вранье, на фейк, на то, на все, надо терпеть. Все равно, еще не было случаев, что правды не было. Новый вариант «Молодой Барби». Кино? Да. Не смотрел. Не решился? Не решился. Что это, пропаганда или показать правду? Я думаю, знаете, значит, сейчас есть такая теория, а это, на мой взгляд, это, я вот фильма не видел, но осуждаешь, да, вот как знаменитолжение осуждено. Фильма не видел. Я фильма не видел. Не могу ничего пройти, будем сказать. Но мне кажется, что сейчас пошла, вот понимаете, вот я вам только что рассказывал, что надо следить за движениями аудитории, что надо понимать молодых и так далее, и так далее, и тому подобное, да. Вот покажи сейчас молодым, и как думают, примерно, как мне кажется, думают создатели новой молодой гвардии. Вот покажи эту старую молодую гвардию нашим молодым. Серьезных историй. Нашим молодым. Хотя тот тоже молодым. Значит, покажи им сейчас. Ну, во-первых, придется объяснить, что Шелленберг фашист и почему. Там не играет Шелленберг никакой роль, но тем не менее. Понимаете, там куча будет вопросов. Они, конечно, почувствуют, безусловно, нутром, почувствуют, где герой, где не герой. Вот это вот важно, это не важно. Я не пойму. Но много камень просто в пустую. Скажут, это что-то какая-то пропаганда или что-то там вообще-то вообще-то. Это вообще фильм «Чёрно-белый» и «Спецэффекта» в этом. Поэтому те, кто сейчас снимают молодую гвардию замка или ещё кто-то, они, по-моему, полагают, что надо это адаптировать. Или вот сейчас Азорис здесь тихий. Я тоже не видел. Не хочу, боюсь. Не надо, да? Не надо. Ну, слушайте, по-моему, адаптировать. Ну, может быть, вот не знаю. Да, вот я не знаю. Вот это вот такая история. Это мы ложно понимаем. Это вот мой тезис. Я вот... В принципе, это мой тезис. Надо идти, надо пристраиваться, подстраиваться, идти туда. А потом, когда смотришь на результат, то уже, может, и не надо. Господи, может, лучше просто объяснить, показать. У нас, опять, сошлюсь на внука, у нас идёт битва сейчас вокруг с его родителями и так далее, и с ним самим. Ну, он, правда, не знает. У нас идёт такая... Ну, это же битва, это преувеличивающееся. Понимаешь? Я говорю, он уже во втором классе ещё «Дети Капитана Гранты» не читал. Я говорю, «Джим, вообще ничего не читал ещё. Ещё только начинаешь». Правильно. Господи, по-моему, во втором... Ко второму классу у нас стоял такой книжный шкаф. Ко второму классу с детской энциклопедией... Потом, похоже, правда, брать не буду. Детская энциклопедия потом вышла, да? Дореволюционная у нас в семье не родилась. Мы не из графика. Но вот вся советская... Все советские издания, там, классика, всё... Всё это было мной уже прочитано. Ну, к четвёртому. Классу уж совершенно точно всё. Но, с другой стороны, ничего же и не было другого. Интернета же и не было. Телевизора не было ещё. Не было ещё телевизора. Представляете? Ну, я прочитал все книжки. 90% книжек, которые я прочитал за Жильево, я прочитал тогда, до телевизора. Потом появится телевизор Енисей и три детства. Появится телевизор Енисей. Мы купили телевизор Енисей. Новосибирского или Красноярского завода. Почитание. А? Почитание. Почитание снизилось, а потом и прекратилось. Наши ребята, которые сейчас... У них множество есть каких-то других там занятий. Всё равно, если мы хотим что-то там оставить, заложить, ну, всё равно нам придётся этим заниматься. Это надо, хотя бы, коротко, хоть как-то, я не знаю, лаской-таской формулировать и так далее. Потому что, в принципе, дети-то абсолютно здравые. Дети, вон, женихи. Только... Информация по-другому. Как информация, да, по-другому усваивается информация. Как Левин сказал, да, говорит, информация, если у неё начало и конца, она не является информацией. У вас тут тоже выступал. Левин, да, это очень правильно, скажем. Молодец. Кстати, а Булгаков восемь лет собор Парижской Богоматери. Освоил. Да. Причём. Ну, да. От зубов. От скакивал. От зубов. От зубов от скакивал. Поэтому, вот, я сторонник в этой пропагандистской битве отталкиваться от реальности и от жизни. Тем более, нам сейчас, противник у нас, если говорить о ситуации там в Украине, да, противник у нас, к сожалению, или к счастью, вернее, к счастью для нас, к сожалению для Украины, к сожалению для целых для наших отношений, вообще это горе страшное. Вот всё, что здесь сейчас происходит то-другое, но это горе на самом деле двух народов. И нашего, и их народов и так далее. Это кошмар. Как мы довели до этого, это только ужас. И одно меня как бы утешает, что в истории этих земель чего-то не было. Они были литовскими, литовскими, мы ругались, мы воевали, мы убивали друг друга. Потом был Петлюра, потом Махно, потом Чёртик-то, потом ещё, потом, значит, я не знаю, что только не было. Потом был и Богдан Хлебницкий, был и Дандера, был и Дандера, было то, было всё. В общем-то, как говорится, может быть, и это как-то спасуется, и выклют, проект пройдёт и так далее. Но, на наше счастье, противоположная сторона совершенно завралась, несёт полную ахинею, занимается какой-то лиландой. Это нам жизнь облегчает с точки зрения внутренней пропаганды. Мы друг друга тут с вами уговариваем. Вот вопрос из этого всего, что туда попадает? Да фига же. Попадает оно туда? Вот из этой нашей убежденности. Потому что, вот, например, у меня на Фейсбуке, да, картина была следующая. У меня был вал такой, отфрендживание меня с Украины. Стоило мне там, значит, написать чего-то, что я думаю про, ну, написать примерно следующее. Там, градус безумия, там, не нравится. Ребят, девчат, понимаете, как-то поадекватнее, да, всё. А, зачем я ей нужен такой? Он нас называет безумцем, ещё и по градусу, да? Какого-то градуса по меня, да? Вот. Он пропагандистский человек, он кремлёвский, он такой, он секвой, он там тем руководил, всем руководил, и везде прославился тем, что он про правительственный, про путинский и так далее, и так далее, и так далее, да? И что мы его будем слушать? Он не будем слушать. Да нет, подожди, может он что скажет? Толковый. Нет, даже если толковый ещё хуже. Не будем ничем слушать его. Вообще, мы уже все соберёмся, возьмёмся, и не будем никого слушать. Вот мы вот сами вот так вот будем, и всё. Потому что они могут нам внезапно правду сказать, больно будет. Вот как у них сейчас психология работает, потрясающе совершенно. Я откуда это знаю? Я это знаю из общения с ними. Ещё полтора года, да нет, ну полтора года. Два года назад я приезжал в Киев, да? Я с ними разговариваю и с другими людьми совершенно. Но там остались ещё люди. Но вот те, которые остались, тоже вот интересно. Интересно. Су-су-бины, да? И вот у меня там есть хорошая, добрая знакомая, значит. Которая сейчас, она не ушла из фейсбука, мы с ней дружим, всё в порядке. Но её осторожность в любых проявлениях превосходит все моё вообще понимание. Это значит, что она живёт как постоянная прессинка. Либо того, что её прослушивают, просматривают. И завтра закроют её бизнес, да? Или там, может быть, физическим устранением ей пригрозят. Что за ерунда такая? Вот это я вот не могу этого понять. Ну что это за история? Вот там есть разные версии. Их опоили. Ах, значит, их лучами, значит, этими самыми. Надо было сидеть в тазиках, когда американцы будут, значит, это самое. Они не просветили бы этими лучами. Это вы, это вы, это выучили. Это какая-то, на самом деле, это интереснейшая, комплексная, психологическая и иная задача. Я всегда знал, что так будет. Потому что я не мог взять в толк ровно одного. Итак, есть ли перед нами один или два очень близких народа и половину имперской славы России? Создали украинцы, выходцы с Украины, из Малороссии. От маршала Победы до Узумовского. И от кого хотите, да? Они же все были и при дворе, и где хотите. И множество из них стало и генсеки, гоголи. Кого только нет, бери, понимаешь? И в один момент эта страна становится страной, внезапно, да, государством. И отказывается от своей части имперского величия, истории. Это чувственное такое. Они ведь отказывались, они отказались. Там одна девушка была, она-то пыталась пролезть, ну это не Тимошенко. Она пыталась пролезть в калибру пониже. Она пыталась там в узетских компаниях участвовать. Пролезть? Да ну неважно, вот неважно, какой фамилия. Довольно симпатичная, нормальная девушка, женщина. Она говорит, ну это вы такие большие, огромные. Там у вас там... А вы что? Вы маленькие. Вы такие вот. Какие маленькие большие францы? Слушайте, это что бы у человека творится, если они маленькие? И это было далеко до того, как... Значит, это было подготовлено абсолютно. Вот то ли менталитетом, то ли чем. Все на американцев, я думаю, не спишешь. Тазики они не надевали, это правда, надо было. Но на тазики все не спишешь. Это внутри что-то. Глубоко, в народной психологии, во внутреннем самооценке, внутри этого. И не надо этого бояться. Не надо бояться это признавать... Нам это говорить, я их не формулирую. Я уверен, да, достаточно. Они страшно обижаются. Я это формулирую на... В эфире, да? На какой-нибудь там программе где-нибудь там, условно говоря, да. Направить голос или там где-нибудь, да? Они дико обижаются. Ну пусть обижаются, но я, по-моему, прав. Вот при этом я... Мне страшно жалко. Мне вот этого всего... Я вообще идеалист по природе, по своей. У меня, например, вот то, что они мне рассказывали о своей украинскости. О своих, там вот... Я не знаю, там, о том, как... У них есть свои подписатели, поэты. У них есть свои взгляды. У них есть слова. У них есть всё. Они больше понимают в свободе. Я всё с удовольствием слушаю. Пожалуйста. Я готов это услышать, понять и так далее. Обняться с ними. Вот тебе, писал и съесть. Да это не пожалуйста. Пожалуйста. Я в сто первый раз уже привожу этот пример. Но уж вы меня... Простите, он очень хороший. Я говорю, у меня там... Я уже и писал про это, и ты... Ну извините. Может кто из вас и не читал про это сделал. Значит, у меня там знакомый был украинский националист. Натуральный такой, глубокий, с познаниями. Читал там всех украинских специальных авторов. Вот такой... И какой-нибудь там такой вот... Извините. Да. Он вот сам и про культуру, и про то, и про сё. Он действительно вот помешан нам по украинскому национализму. Как только я приезжал туда, на Киев, ладно, у меня хватит. Обвелись. Всё нормально. И на берег Днепра, значит, в какой-то ресторанчике. И вот сидим, и он меня грузит. И вот он меня грузит шароварами, лесье украинкой, там... Значит, ещё более, там, галичиной. Ну, ой, Дмитрий, вот, все вот это было. Я слушаю. Я слушаю. Я слушаю. Да, пиваю. Ну, спрашиваю иногда, пиваю. Говорит, не, ну, что-то, по-моему, ты забрал. Ну, идёт нормальный разговор. Потом я ему спрашиваю... Слушай, когда, кажется, меня всё-то достаёт, я его спрашиваю. Говорю, слушай, ну вот чего ты ждёшь, пока я приеду? Вот у тебя... А он такой, общественный. Говорит, а у тебя тут этих американцев толчётся? Миллион. Миллион, скажи. Ну и маленькая тележка. Ну, возьми американца, какого-нибудь своего друга, помните, Джона Митчева, да? Какого-нибудь, там, условного. Кого-нибудь. Его грузит. Чего ты его не грузит? Чего ты меня ждёшь? Он говорит. Вон у меня есть в укройте. Понимаете? То есть для того, чтобы там зрела эта история, как ни странно, мы ли нужны мы? Вот эта диалектика, конечно, очень глубокая и интересная. И когда говорят, что мы виноваты в известном смысле, что мы упустили Украину, и так далее. Ну, в каком смысле, наверное, надо было там работать, даже не в каком-то, а совершенно точно. Надо было противопоставить влиянию того и всего, и так далее. Ну, да, ну, наверное. Ну, да. Ну, наверное, надо. Но вот то, что там это, эти зелёные модели на какую-то интересную и благодатную точку, да? Вот это точно. И то, что мы… И то, что… Меня это, кстати говоря, еще и, в общем, достаточно как-то убеждает в том, что, может быть, ещё и обойдутся, потому что… Вот там-то никто их слушать не будет. Никакой девушки. Ну, они… Они не нужны просто как… Американцы нужны как, может быть, а оси через них заставят нас в войну ввязаться в какую-то большую, отвратительную, кровавую, мерзкую войну далеко от Аминьки. Европейцы давно бы уже всё замяли, и это не сегодня американцы. Это всё понятно. Украинцы тоже не дают желания, ну, как мне кажется, сильно с нами воевать, потому как, ну, видимо, предъявят итог. Но лишь годят. И деньги дают на это. Если у них сейчас была власть такая, что на этом себе кальверы делают. Ну, что сделают? Слушай, у тебя, пожалуйста. Хорошо. Сахар Прилепин недавно какую-то шуточную песню написал. «Пора валить тех, кто говорит, пора валить». Да, вот это очень важно. Подразумевают, да, как называют там, представители либеральной общественности прогрессивной, оппозиция либеральная. Вот это вот меньшинство, креативный класс. Но фактически это меньшинство в информационном поле достаточно широкими возможностями обладают. И мне кажется, у них, по крайней мере, вот эта информационная повестка, в принципе, она единая, ровная, и они строгого курса уже там долгие годы придерживаются. Ну, если это базовые какие-то вопросы. Есть, условно говоря, государственные патриотические СМИ. Условно государственные, условно патриотические. Да, условно государственные, условно патриотические. Потому что там как раз вот этого единственного не наблюдают. И у людей вот такой разрыв шаблона. Как бы пример привести хотел даже, знаете, лично там свою мать. Вот она там понедельник-вторник, условно говоря, слушает Александра Проханова и за победу. А, допустим, потом послушав Эхо Москвы, понимаете, у людей нет никакого единого мнения, тем более, знаете, все сложно. Слушайте, ну, не до лозунга. Смотрите, значит, смотрите, оно вам надо, чтобы все пришло к единому шаблонному пониманию? Ну, маме, наверное, надо. И, конечно, многие испытывают в этом необходимости и так далее. Какие-то опоры. Согласен, согласен полностью. Но я ничего не могу отменить, понимаете. Вот Россия, матушка, да, но сейчас к ней Крым присоединится, да. Кого тут только нет? К каждому твари попали. Тут исламисты в Казани, да, тут сибиряки, там дальневосточники, там камчагалы, значит, тут еще чего-нибудь, да, тут питерские, тут такие, тут сякие, тут бедные, как не знаю кто, как церковные мыши, тут богатые, составляющие половину, значит, всех, всего списка ФОПС, да, в мире. Тут добывается чертова прорва нефти и газа и в то же самое время не могут толком собрать какой-то, я не знаю, там, айфон. Запускают какие-то гигантские, совершенно фантастические там ракеты, в это время они берут и падают, да. Это, это вообще какое-то, это уникальное место. Я даже не знаю, что это. Вы думаете, это страна? Да нет, это не просто страна. Это какая-то геополитическая территория. Она вечно разрывается, она вечно какая-то нецельная, она, только какое-то, я не знаю, дикими испытаниями она сводится воедино. А вообще, это, это же, как она была и с самого начала, и социальная, и как угодно, конечно, она раздроблена, расслоена и так далее, и так далее, и так далее. Безусловно. И взять ее и на это дело некий, надеть один, знаете, как аршинга, некую форму, как привести к одной матрице, да не получится никогда. Нет, ну, допустим, в каких-то базовых вопросах. Ну, в базовых вопросах. Даже у американцев. А Сталина нигде не называют. Слушайте, да вот скажу вам как. Значит, слушайте, вот смотрите. Значит, потому что есть еще такое понятие государственная мудрость. Мало ли что, я знаю и думаю про Сталина. Мало ли что, я знаю про победу. Мало ли что, я знаю про Сталина или еще про что-нибудь. Или как устроен там современный олигархат. Ну что. Понимаете, если еще есть мудрость нормальная, вот можно все сразу выводить друг на друга, да? А можно подождать. Можно, можно, матушка ваша переживет. Мне кажется, что ей надо объяснить простую совершенную вещь. Ну, это одни сказали, а это вот другие сказали. Ну, эти победят. Главное, все может. Их больше. Как-нибудь так, да? Как-нибудь так. Я думаю, ей хватит этого. Она успокоится. Не бойтесь. А может быть пусть и попереживает. Ничего. Она зато закалится и на следующих выборах точно пойдет и проголосует. Как нам с вами. Вот за Зюганова. Хочется, да. На кого? На Зюганова. А, за Зюганова. Ну, хотя бы за Зюганова. А что такое? Ничего страшного. Я, например, не вижу. Ничего страшного. От Симоненко до Зюганова. Да. Вот смотрите. Поэтому вот эту… Вот мне кажется, что вот в этом вопросе, который Вы задали, там, между прочим, и ответ содержится. Вот в том-то вся и трудность этой ситуации нашей и сложности. Вот Вы говорите некие единые вещи. Вот многие говорили, что уже осталась ровно одна. Это отношение к Великой Отечественной войне. Я думаю, нет. Я думаю, еще есть одна. Вот те же выводы социологические, о которых я говорил. Это… Сохранилась еще одна такая вещь. Непоклебимое здравомыслие. Оно присутствует. Почему оно присутствует? Как оно сохранилось в этих условиях? Оно, конечно, иногда под спудом. Оно иногда где-то внутри. Но народ демонстрирует все равно здравомыслие. У того же… Сошлюсь еще на Горшкова. Я вам скажу. У него здесь есть еще одно исследование. Он говорит. Значит, оно состоит из трех вопросов. Ну, грубо говоря. Я грубляю, да? Вопрос номер один. Итак, Крым присоединен к России. Как Вы к этому относитесь? 99,9%. Отлично относитесь. Присоединение, возвращение Крыма в Россию принесет определенные сложности, в том числе и, возможно, материального характера, в смысле с тем, что мировая общественность… Бюджет и т.д. и т.д. Да? Как Вы к этому отнесетесь? Будете ли, Вы считаете ли, что надо тут что-то поддаваться? 90% говорит, не поддаваться, стоять, крыгнашь, все хорошо. Фиг разный. Третий вопрос. Вся эта ситуация может вызвать такую историю, что у нас будет, не бы что, миллионник, средний, или какое-то, не знаю, падение уровня жизни, и, возможно, нам придется приплатить науки. В связи с тем, что у нас… Готовы ли Вы чуть-чуть увеличить на ноги, чтобы нам с Вами, значит, выдержать вот это дикое испытание? 12% готовы ли Вы? 12% готовы ли Вы? 12% готовы ли Вы? 12% готовы ли Вы? 12%. Я могу ошибиться в одном, двух процентах, пожалуйста. Как к этому относиться? Я Вам скажу, как я к этому отношусь. По времени. Положительно. Здравый народ. Молодцы! Абсолютно правильно ведут себя, абсолютно правильно поступают, задачку решают. Три действия буквально. Там скобки раскрываются, значит ничего не перепутали. Порядок действий не перепутан абсолютно. Я скажу почему. Народ прекрасно видит всю коррупционную составляющую. Сколько воруют, сколько выносят, сколько и так далее. Почему это я должен еще и приплачивать из своих налогов, и он прав совершенно. Когда ему без конца демонстрируют то яхту Абрамовича, то дурочку Собчак, которая тоже не бедствует и так далее. Которая где-то там расцовывает свои десятки, значит и пытается оппозицию там таким образом поддержать, да. И так далее и тому подобное. Когда ему все это, он же вроде делает вид, что ничего не понял, а он все понял. Он все понимает. И поэтому вот эту часть он совершенно точно поддерживает, но когда дело доходит, а как нам выжить и поддержать? А вы вот этих вот маленько потрясите. Вот это вот все. Правительство, страна, президент. Ты потряси вот этих всех. Может воровать был по-моему, да? Вот где-то от такого предположения падают ручки. Вот почему. Ну и я за. Я согласен, кстати говоря. Почему? Это вот абсолютно нормальный здравомыслящий у нас народ. Итак, война. Война Великая Отечественная. Продемонстрировали. Скрепа, скрепа. Здравомыслие. И вот такой, я бы сказал, вот знаете, вот этого вот нету. Вот, господи, наверное, это неправильно сейчас скажу. Вот этого нету, вот этого украинского. Вот это вот. Нету этого. В 91-м был здравомыслие? Здравомыслие? Ответ готов. Ответ готов. Вы доведите народ до такого состояния, да? А потом придите к нему и говорите, а ну, давай здравомыслие. Иди одно у тебя, доставай. Кефира нет, молока нет, все голодные, зарплаты нет, ничего нет, давай. Здравомыслие? Вот тебе здравомыслие. Вот, фигу. А не здравомыслие. Итак, и ответ этот, он очень правильный. Еще и вот почему. Понимаете? Мы можем получить такое, если уж совсем взорвемся, да? Ну, то есть, одна из главных задач, это, ну, чтобы случайно голод близко не наступил. Чтобы уровень жизни народа был нормальным. Просто нам еще что везет? Мы жили, Россия жила эти последние 10 лет, так как никогда не жила. Вот в чем дело. И людям, многим, это казалось, ну, и правильно казалось, это некое чудо, которое завтра кончится. Вот это очень важный момент. Вот это очень важный момент. Поэтому не доводите народ до... Последнее дело, когда власть приходит, поджав хвост за здравомыслие, не обеспечив народ кефиром. А я помню времена тогда, когда мы переехали в Москву, я пошел, тогда это называлось универсант, универсант. Стояли пустые ящики, а в них не было ничего. Вообще стояли пустые ковры. Ну вот у меня вопрос о крымском аспекте информационной войны. Вот, ну, как известно, на Западе... Я хочу еще... Я прошу прощения. Я хочу еще, знаете, что успеть? А вот это удалось реализовать? Я хочу записать ваши заголовочки. Или мы этого не сделали? Ну, если нет, то ничего страшного. Там в начале была такая история. Попробовали. Нет? Нет. Так, хорошо. А тут на самом деле это был бы... На Западе употребляют в отношении воссоединения Крыма принципиально слово «оннексия». Вот. Ну и по этому поводу частенько вот даже на крымском уровне возникает такой вопрос, что Крыму необходимо как-то прорывать информационную блокаду и доносить до граждан западных стран правду по референдуме о жизни в Крыму, которая извержается. И вот, ну, недавно буквально была высказана мысль о том, что необходимо сделать англоязычный телеканал крымский, который будет непосредственно из Крыма вещать. Ну, и, естественно, его аудитория целевает будет граждан западных стран. Вот такой, ну, сразу появился со стороны некоторых экспертов скепсис определенный, что эти усилия могут быть напрасными в связи с тем, что все информационное пространство западное, оно что-то контролируется, там, рейтер, агент, агентство «Транспресс», и нету, по сути дела, работа будет напрасной, не будет доходить финал до адреса. Вот как Вы считаете, это напрасная все-таки такая идея или… Ой, я, да, я понял. Знаете, мне кажется, что, ну, я тут не, может быть, не самый, так говоря, большой эксперт, но, во-первых, у нас есть Russia Today, которую вполне можно использовать еще и, значит, если надо, то, если она еще не 100% используется, они очень хорошо там растут, они завоевали очень много. Ну, мы же помним, как это все начиналось, это было, ну, тоже говорили, никогда не получится, все это чепуха, информационное пространство забито, заполнено, и так далее. Но, каким-то образом получилось. Что значит, Вы говорите, вещать на западном амбитуле? Я в этом, еще в интернете, я понимаю, англоязычный интернет-канал, и так далее. А так, англоязычный крымский канал, а Вы куда собираетесь проявиться? Кабельные сети, или, как? В Германии, условно говоря, со спутника, да, значит, со спутника вещать там, да, вот, ну, не знаю, я бы, вот, если проект такой пойдет, и я, что, хочешь, хочешь, дай на здоровье, но, по-моему, он довольно дорогостоящий, или не очень. Это же нужно очень качественное телевидение, переводить на английский язык, да, переводить так, чтобы это были реально хорошо англоязычные люди. Если говорить, что там, в основном, по подписке смотрят, то есть, кабельное телевидение, это, наверное, очень дорогостоящее, потому что, наверное, спутниковое тарелло там не так уже много стоит. Ну, вот именно, надо внимательно этот вопрос изучить. Но я думаю, что вот Раша Фуде и интернет, вот это интересная история, интернет не вырубишь. Интернет, пожалуйста, англоязычная версия, может быть, чего хотите, любая, франкоязычная, может быть, с органом. Я вам тайну открою, что вот если жизнь у нас пойдет нормально, у нас и сейчас там есть набросочки, но вполне возможно, если все у нас сложится, так сказать, да, мы еще и зеркала Крыма, наша скромная, нам гнистуруем две версии этой причины. Мы сделаем, по крайней мере, ее более жизнеспособной, чем она была. Вот если сейчас, как говорится, у нас там, опять же, звезды сойдутся, и все будет так, как мы планируем, то почему бы нет, это действие в плане той заявки, которую мы подавали сейчас на Логгранд, который нам светит соседка Украины. Это не тайна, в среде этого прочего есть англоязычная версия. Поэтому вот такими путями, когда к вам в следующий раз приедет какой-нибудь телевизионный мастер пирата, или слово, да, вернее, слово, вы его спросите. Вот я не очень, телевидение страшно дорогая игрушка. Но это бизнес тоже, поэтому, как можно сказать, там кабель на теле... Это либо кто-то денег даст, или чисто пропагандистская история. Но, знаете, проклятие заключается в том, вот так вот чистый бизнес, тоже безобразие получается, да, и там спекуляция на то, 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 на то. Любой медийный бизнес, который только как бизнес воспринимается, он очень часто вырождается вот в какой-то такой вот... То в таблое, то в заказные статьи, то еще что-нибудь там, кто-то находится, покупает или нет. Это с одной стороны. Но с другой стороны, если обеспечить средство массовой информации, вообще спокойную жизнь бизнес-оставляющую из него убрать, оно обычно тоже засогибается. В том смысле, что его никто не читает. Никто не читает и не смотрит. Вот, смотрите, усилием воли создана общественная телевидение России. Вот и они. Дай Бог успеху! Там, кстати, все мои друзья, отличный выбор. Лесенко, Пановарев, Сергей Лесков, ведущий программ. Страшный вопрос. Лесенко, Лесенко, услышит и все. Мы не дружимся. А он там ведет какие-то программы и в таком говорит. Здорово. Ну вот, создали, дали денег. Слушай, ты туда к ним взойдешь. Я, как-то, знаете, встретил одного единого персонажа, который ушел от них. А я его встретил. Он идет злой, как собака. Значит, ты что? Я говорю, был на ОТР. Ну и чего? Что, не так приняли или там что-то сказали что-нибудь? Да нет, я посмотрел, как у них все устроено. Коридоры, аппаратура, столы, студии, в общем, мне так не снилось. И мы все дали. Я злокий говорю, понимаете, все дали. Там действительно очень хорошая аппаратура, там, в студии, там, ну, в меру. Все там есть. Завоевывают. А когда не получали. А когда не получали? Что не хватает? Гравия не хватает, наверное. Ну, там все хорошие там ребята сидят. Ну, вот я подумал. Есть определенные такие ограничения. В общем, вы взросли, что-то надо прямо говорить. Вот посадите сейчас на какой-то проект, да? Ах, иди меня. Не факт, что у меня есть столько же желания, запаса и драйва, как у меня было там в сорок и полкниках, и так далее. Ну, все это правда, правда. А там, смотрите, взяли, посадили хороших, замечательных, проверенных, высококачественных, и так далее. Но все-таки людей, которые стали делать то, что они у него умеют. А ведь сейчас задача не в этом. Все, что ты умеешь, уже все сделали. Ты сам это и сделал. Забудь. Делай что-то другое. Иначе. Время изменилось. Там, правда, возникает страшный вопрос. А вот ты подготовил, гад, значит, пока ты подготовил смену, там есть люди, которые придут, умные, талантливые, толковые. Да не есть, конечно. Когда-то в «Комсомольской правде» у нас, значит, у нас было там тоже очередной виток битвы. Там Денис Молчанов, у него длинная была такая, ну, он журналист, а потом чиновная телегиография, он был замминистра культуры, был пресс-секретарем у Алюшкина, еще там, ну, много кем-то, он такой вот человек, обращающийся к тем. А тогда он был журналистом-стажером в «Комсомольской правде». И полушубку, полусерьезно, обсуждали с ними какие-то вещи, я говорю, господи, там его, ребята, ну, вот вы судите как-то, все легкомысленно, ну, ничего, ей-богу, ну, вот мы уйдем, ну, вот, ну, а кого мы газеты тасли, которые, что мне, Денис, ну, большая умница, я говорю, ну, я не скажу, ну, да вы уже уйдите, разбейте просто. Ну, то это, знаете, ну... И Денис, Денис, это, запало мне эта фраза абсолютно в память. То есть, вот, вот, понимаете, это надо тоже понимать. 86-й год, КВН, партия, дай про руль, ну, да, было такое дело, партия, дай про руль. Ну, понятие, какая штука? Не-не-не-не. Вот, знаете, почему Россия не Америка была, почему Россия не Украина была другая, или наоборот, Украина не Украина, не Украина. А я бы сказал, почему Россия не Китай? Посмотрите, Китай, да? Чего только не было там у них. Ну, правда, и Тяньямын был. И, конечно, печальная это была история, безусловно, но очень такая... Казательная, это правда. Но, тем не менее, они идут, ведут свои реформы без скачков, без потихонечка идут, себе ведут, и ведут, и ведут, и куда-то приедут потихоньку. Возможно, вместе с нами теперь, значит, они, там, займутся переустройством новой валютной системы, а может, и где-то. А как они, а они посмотрят, как там дело будет, выговорит, 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 а поглядит. У нас не так. У нас не так. Что бы кто ни говорил, Китай тоже очень многонациональная страна, там даже языков, там дюннались и так далее. Но все равно это все-таки очень монолитная история. Культурная революция, значит, у всех культурная революция. Потом Дэн Сио Пин провозглашает Новый Путь, у всех Новый Путь. И потом там есть такие трюки, которые страшным с ним невозможно представить. Итак, Дэн Сио Пин предложил, как известно, Новый Путь. И стали строить там в Шанхае все эти небоскребы, разрешили предпринимательство, появились миллионеры и так далее, и так далее. И в Китае возникла страшная проблема. Опять какая? У нас Алексей Николаевич Толстой написал на эту тему хорошую повесть «Гадюка» в свое время. Он там писал про несчастную комиссаршу, которая, когда «НЭП» началась, она поняла, что в жизни не пристроится. Вся ее жизнь пошла на карикосяк. А в фильме «Свой сердечный жив» там этот командир говорит, вот она моя бумажная могила. Шакур, он вскакивает, шашки в стол, и, наконец, он снова на коне, и вот порубать кого-нибудь, вот это дело. Так вот, в Китае, когда был провозглашен новый дейтиокремский план, обогащайтесь и так далее, и так далее, а там гигантское количество было стартовых лиционеров, стартовых партийных работ, и так далее, и так далее, которые вообще не поняли, что это было. Они просто не поняли, они проснулись и говорили, «НЭП, обогащайтесь, будут миллионеры», и так далее. Что? Что сделали? Что бы у нас произошло? Галеры, так, старые, заткнитесь и сидите там, значит, да вообще не ваше собачье дело. И создали бы серьезную партию, зюганов такую, да? Что, собственно, и произошло, да? Китайцы, китайцы, фантастические, они создали специальные лагеря, на манер, не как в концентрационном, а на манер пионерских или домов отдыха. Куда они, этих стартовых лагерях, отвозили, на берег моря, читали им лекции, промывали им мозги, и всячески говорили, что «Спасибо вам большое, вы сделали огромное дело, мы вас не забудем». Видите, вот, Маук-Зыгут гибнет, он вот тут лежит у нас, прямо на главной точке, говорит, «Мы взяли, и все хорошо, и вас не выкинули». «Вы еще пригодитесь, вы еще кто, вы еще кто, вы еще кто». Они занимались этим вопросом, да? Они совершенно другие люди. Можете себе представить у нас, переков, у кого бы то ни было, кто с чем-то не согласен, на берег моря, в Крым, сейчас, да? В ордер. Четырехразовое питание. Четырехразовое питание и разговоры постоянно. Им там, значит, демонстрировали, показывали, чуть-чуть не дают, сам в Ден Сауфинке не приезжал. Ну, конечно, ну, ты знаешь, ну, где вы такое в Москве живете? Ну, живем там, как говорится, в той стране, в которой живем, ну, что же сделаешь? Можно так? Да? Вот недавно, на днях буквально услышал, что в Китае сейчас более двухста институтов научных, крупных, изучающих советский опыт, опыт Советского Союза. Это вот наши академики, члены спортского клуба, сокрушались, говорили о том, что у нас сейчас ни одного имя было. Понимаете, подход другой, что ли? Нет, ну, подход другой, ну, понимаете, китайцы, как мне представляется, я немножко сталкивался с ними, но, при этом они, конечно, такие же люди, ничего особенного, просто у них подпор. Другой, другой совершенно, совершенно подпор. Ну, я, вы знаете, вот я вот в каком-то смысле, я китайец, вот в том смысле вот к Советскому Союзу я отношусь. Вот я, например, я, конечно, не институт по изучению Советского Союза, но вот, как только мы видимся с Третьей Полом, мы все время с ним, они всегда большие тут в этом смысле. Вот в этом смысле, одиновышный книг, да? Он написал, кстати, Виталий Тойчич написал уже две части своей книги «СССР и обратно», и я лично являюсь главным его читателем, и люблю его страшно. Потому что там потрясающая такая энциклопедия «Советская жизнь». Вот, поэтому Советский, то, что Советский Союз выбрасывают из наших размышлений, из его опыт, нередко, значит, не используется и так далее, и так далее, это, конечно, плохо. Но кто-то виноват, я не знаю, не знаю, не знаю. Ну, так мы же сами, ну, смотрите, вот тоже недавно спорили с коллегами, кто-то виноват, расставить Советского Союза, еще чего-то, 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 чего-то. И говорят, ну, такая страна была, и так далее. Я говорю, знаете, я вам так скажу, интересно, все-таки, давайте вот сами так подумаем. Вот разваливалась огромная страна, которая все дала, газование, работа, какие-никакие квартиры, какое-то, такое все. Значит, никто бы, никто голодным не был. Ну, правда, там уже в конце, когда я говорил, эти первые три метра, она говорит, ну, это уже потом, второе время, Вилы, да. И она разваливалась, да, я типа ехал в Беларусьскую пущу, значит, а мы тогда и сказали, у меня в лице. Кто-нибудь вышел из квартиры, пусть могли угониться, кто-нибудь вспомнил, как ездил в Крым по Санатории за счет, кто-нибудь, кто-нибудь подобное предпринял, за счет, собрался в колонну, хоть небольшую, и на Красную площадь. Чубайс сгонял с криком, уходи, Чубайс, мы хотим, как вы, я думаю, небольшие, но небольшие, но очень много. Не-е-е, не-е-е, не че, только при, вот, молчаливая, а вот на том, что кефира не было, собирали миллион, между тем, что все надоело, и люди, конечно, не говорили, мы с кефиром. Потому что это же были советские люди, они же и дельные все были, как у кефира. Но мы подождем, когда был кефир, но мы же чувствуем, что все назрело, мы хотим перемен. Хотели перемен, тут Цой поет, ну как тут не выйдет, тут Цой поет, хотим перемен, тут Павла Пугачева поет, хотим перемен, все хотят перемен, а я говорю, дурак, ничего не хочу, что-то не хочу, я тоже сочусь. Тем более, с кефиром. Вот, все, на самом деле, вот так, как мне кажется. Вот это вот в том, что не защитил никто, не пошел в это, это гигантское упущение власти. Потому что никто не войдет, если не будет организационное, если, во-первых, будет по правде, по правде должны быть заслуги у власти перед народом, чтобы ее хоть как-то защитили. Вот это она должна сама организовать. Эту защиту. Иначе ей грош цена. А у нас поколение такое? Тебе поколение, а что поколение? Вы знаете, вот посмотрите, поколение, каждый чувствовал или не чувствовал свою выгоду там. На самом деле, если говорить серьезно, то вся эта тусовка вот наша, ну, скажем так, интеллигенция, так называемая, человеческая, в том числе, ее чем купили? Свободы. Теперь мы будем смотреть все фильмы. Теперь мы будем пиши, что хочешь. Потом еще что-нибудь. У нас тут такая свобода, что вообще тебе будет хорошо. Следующий. Довольно таких, скажем так, предприимчивых, давай ценируйся, давай, пока не поздно, потому что потом все растащит и без тебя, поэтому ты давай подсоединяйся и начинай. И так далее, и так далее. Там общая идея такая, а механика такая, очень разная. Так что какое поколение? Каждому поколению было что-то предложенное. Грубо говоря, можно сказать, да, что в Киеве в прошлом году? Конечно, я про это и говорю. Я про это и говорю. Потому что они потом, потом, я же говорю, потом в девяносто шестом году пришлось прибегать к чистой фальсификации для того, чтобы удержать такое, натянуть такое. И тут вы смотрите, что происходит. Вот смотрите, вот смотрите, Зюганов, да, побеждал Зюганов, и все, в одни волны. Смотрите, что происходит на самом деле. Тогда путем нехитрой манипуляции Гельцин играет больше якобы. А что народ? Да ничего, поблагодарил что-то. Это что, девяносто третье было? Ну да, там много чего еще было. Симоникова. Ну это вам мату венее, да, кто у них там выиграет, вы их тут все-таки. А скажите мне, что вы думаете, выступите с краткими, кто хочет, а что вы-то думаете про Крым, про будущее, про сегодняшний день? Я с циничной целью вас послушать и, может, что я напишу, потому что я не беру в себе ответственность вот так приехать. Я тут мне даже четыре дня путешествовал, пять дней путешествовал, взял машину в Симферонском аэропарке и поехал. Но все равно я ничего не понял. Ну как-то есть же все равно. Потом я там по замкам, по дворцам, по замкам тоже, наверное. По имперскому наследию, да? По царскому я вдали в Ваде. Я возил родню с Дальнего Востока, не молодую, родню с Дальнего Востока, которые тут девочками были в Крыму, когда им было девики. Там еще что-то, у них какие-то воспоминания совершенно фантастические. Мы облазили всю Евпаторию, польского дома, где они жили. Обалденная совершенно. И она нашла. Нашли? Нашли. Там пыль. Подожди ты. Но там не было этого дерева. Мужик. Там стоит вот такерная раскидистая байда какая-то, не тот чинар, не кто еще что-то. Видимо, тогда это было какое-то такое дерево. Очень смешно. Вот. Скажите мне, что вы видите. Вот я на основе этих туристских впечатлений ничего не могу. Я, может, ничего и не буду, но просто мне интересно. Вот что вы думаете? Давайте. Какой-то вопрос у вас слишком общий. Нет. У меня вопрос простой. Как вы видите, что вы, ну, понимаете, он общий, конечно. Ну, за что мне спрашивают, сколько стоит у вас рыба-лесаж, я не знаю. Ну, это я про Крыму и про Крыму. Ну, да. Про Крыму и будущее, да. Как мы видим. Дорогая дружка России. Сколько сюда будет денег, в Бальпас. А со стороны Крыма, к России, ну, вот, участие там. В внешней политике, внутренней российской, вот. Ещё нескоро интегрируются. Ну, сейчас пошли, я бы сказал. Ну, это мои. А рассмотрение, кого с кем? Я смотрю, уже в Севастополе, в Симферополе уже, наверное, тоже. Я в Симферополе только сейчас прилетел и улетел. Вот Симферополь говорит, что у меня есть место, куда я не попадаю никак. Ну, это просто транзит. А в Севастополе, идём мы по Севастополю, значит, только я прошёл. Смотрю, уже висят в платье «Справедливая Россия». Уже какой-то особнятишка, они уже там сидят. Пошёл дальше. На противоположной стороне уже ЛДПР. Так, всё, всё. Вы хотите сказать, что вот это движется? Интеграция, процесс интеграции? Нет, ну, в общероссийские задачи, включение ключа, в общероссийские задачи, во внутренней и внешней политике, то есть интеграция. Подождите, ну, как же вас тут сюда внедришь, когда у вас тут, значит, у вас кругом эмбарго, запреты и так далее? Другой вопрос, что местная власть буксорила очень сильно, очень сильно, правда. Есть некая такая вот региональная идентичность и общая национальная, государственная идентичность. Здесь идентичность, что ты крымчанин, она сильнее, чем ты, что ты, там, россиянин. Вот это мое личное мнение, но люди могут не согласиться на нас. Вы знаете, а я вам скажу, что вот я, например, я, конечно, россиянин, безусловно, но у меня вот эта вот «Малая Родина», она очень во мне сидит. Я из Дальнего Востока и хотя бы не испытывал никаких подобных… Кстати, «Крым наш», это тоже, помните, это мне очень кто-то тоже понятно, он же Ленин тогда говорил, Владивосток далеко, но где-то город по-нашенски, то есть эта нашенскость, она… А я там… Вот, смотрите, ну, а тоже… Вы считаете, и тем не менее, я хотел бы понять, и вы считаете, что… Что произойдет? Крымчанин станет россиянином или… Станет, конечно. Станет. Это будет растянуто немножко… Ну, может быть… А нам здесь куда спешить? Мне кажется, тут… У Ленинчантов и сами россияне были еще… Во всех этих событиях. Конечно. И еще, может быть, больше россияне, чем… Этот хуторской национализм, мы, благодаря ему, сохранили, так сказать, связь духовную, а он потом отомрет, как атовизм универ. Они же такие, да. Это обычная вещь. И, кстати, тот один момент. Весной или в апреле, или в мае, я точно не помню, что у нас сейчас финансирование государственных предприятий пошло не из центрального, а из федерального бюджета, а из местного. И существенно сократились выплаты, там, чуть ли не в два-два с половиной раза. И, причем, вот доктора, учителя… Там есть система, да, поощрения фонда. А на самом деле действует, что вот один человек может получить, там, 70 тысяч рублей, а остальные, опять, по 12. Хотя у них примерно там одинаковая нагрузка. И вот на этом фоне многие люди сейчас как-то захандрили. Ну захандрили, да. Да, но это, как бы, временные, да, такие вопросы. Это не факт. Я не знаю, что тут временное. Против этого же надо как-то разумно работать, или за то, чтобы у всех было по 70, или чтобы у всех было по 15. Даже как больше было по 70. И еще в таком моменте, посчастники, допустим, да, они еще в более сложной ситуации. То есть, когда люди, как-то вообще по старинке, да, полутеневой какой-то действенной, оттуда до налоговой я пришла. Да, извините, знаете, пожарники. Да. А сейчас, получается, что... Мне таксисты, я прошу прощения. Лучше говоря, мы не пенсионеры. Я понял. Да, да, да. Ну, пенсионеры, это тоже хорошо. Значит, мне таксист сейчас рассказывал. Вот, говорит, началось, блин, это вот. Такого не было. Вот, говорит, раньше нас не заставляли ремни пристегивать. А сейчас, говорит, вот все вот прямо, говорит, ремни заставляют пристегивать. Я говорю, ничего нового вы мне не сообщили. Я прекрасно помню Москву, в которой можно было не пристегивать ремни. А через некоторое время лаской-таской и так далее стали застегивать ремни. Ну, мне кажется, что в подскудности-то он не при ремни. Он был и больше воли. Конечно. И вот мне эти мужики, которые мне машину, у меня студент Кари, сдавали, я у них спросил, «А как у вас бизнес идет?» Он говорит, «На пять. Отлично. Раньше ни одна собака не брала машину. А сейчас вот вы привезете машину, а уже следующий москвич стоит, значит, гость из Москвы. Следом за вашей машиной он уже заплатил. Вы будете въезжать, а он уже будет стоять». И так, говорит, постоянно. Ну, и там немного. Филиал питерской конторы, не так много у них автомобилей, но есть. Он говорит, «Бизнес прет, потому что россияне намаялись на переправах». И говорит, «Теперь сейчас прилетают быстро в машину». Да, пожалуйста. Я вчера вычислил место, где вот такие ваши вопросы, как «Куда Крем», «Как Крем». Вычислил хорошее место. Площадка, где говорят, ну, в общем, интересные места. Гайдпарк. Где? Гайдпарк. Нет. Значит, на Чангаре. Между Чангаром и Джанкоем там есть зона. Мост через Чангар. Ну, это надо, если в Украине... Да я знаю, знаю. И Джанкою я знаю, да. Те идут 4 километра, и те идут 4 километра. Там очень интересные картинки рассказывают. Между Чангаром или Валисей. С украинской страны Чангар, с российской стоит Чанкою, пост таможен. Да. И вот эти 4 километра, и вот это вид мост. А почему же они так вот рассказывают? Там молчат, тут молчат, а тут рассказывают. Да, 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 да. Ну люди, ну чего вы. Все люди, все человеки. Это было тоже вчера. Как разговаривался с человеком, Якова говорил. Понимаете, и в Европе есть что-то хорошее, и в России что-то хорошее, и в Африке, и в Австралии. В Африке, то есть... Не, ну везде что-нибудь. Да нет, ну конечно. Баобама, красивое животное. Красивое животное. Так вот, теперь несколько зарисовок из крымской действительности. В деревне, прихожу к терапевту, говорю, там надо к отцу пойти бы там стареньких послушать. То есть он говорит, не можем бумаг много все писать. Да-да. В Украине не писать. То есть не было столько бумаг. И у них, вот говорит, мы прием продлили там до часу, до двух, и все, над эти коровы доедевшие я себе всем часом не могу бумагом записать. И медики многие на это жалуются. У меня учителя. Я, значит... Россия приволокла сюда в европартию. В европартию. Да, немножко как бы там вот, как я говорю, там и там везде хорошо. Там везде все там рано. Опять картинка. Курортная автостанция у нас на железнодорожном вокзале. Но вообще все автостанции Крыма и так далее. Ну и в Украине сейчас это осталось. Если человек может видеть, что есть свободные места в автобусе, он идет в кассу. Он садится сразу из автобуса, заходит в билетер и прямо им вот выбивает билет. Сейчас этого нет. Люди жалуются. Сейчас по паспортам билет. По паспортам билет нас поставят. Нет, по паспортам, если за пределы Крыма. Да они в пределах Крыма. Или в Севастополь. Отменили. Для безопасности, что я еще скажу. Ну, наверное, вы знаете. Это такие вот зарисовки. И вот вспоминаю того же Аксенова. Василия Павловича или не младшего? Нет, младшего. Сергей Валерьевич. Он говорит, что интересы крымчане не пострадают. Вот эти моменты. Простой кассир, который может прийти в автобусе обилетить, это должно было остаться. Вот сейчас вот на маленьком уровне где-то крымчане пострадали. Их не замечают, например. Замечают большие. Бюджетные вливания замечают. Там еще что-то замечают. А вот такой вот маленький нюансик. Мост построит какой-нибудь. Да, мост построит. Знаете, я вам скажу. Это вы абсолютно правы. Это не то, что вот Крым такой у нас тут такой эксперимент. А вы правы вообще по большому учету по отношению к России. Можно это резюме. То есть на крымской площадке можно было сделать уникальный проект, когда и оттуда хорошее оставить, и оттуда хорошее взять. И с Африки ба-ба привезти. Ну нас жираф перевозят в Тайган-Парк. И, кстати говоря, Крым не такой богатой этой растительностью. Это же все посажено руками. Еще до революционных времен. Слушайте, я вам скажу. Конечно, это такое общероссийское несчастье. И общероссийская такая тревога и ситуация. Вы знаете, я еще раз говорю. Я из Граньевого Востока и из Владивостока. Я там родился. В Сан-Икулатес там стали строить знаменитые Москвы. Там три штуки построили. Да? И вот что происходит. Что происходило? Значит, все эти годы, пока они строили. Ну, кстати, построили довольно быстро. Я приезжал туда, и мои же друзья всем говорили. Вот неаккуратно. Вот тут все. Вот тут все. Нас зажали. Тут нам денег не дали. А мы стоять и строим. Все так далее, и так далее. Вот это к вопросу о том, что у нас… Ну почему? Ну строите вы мост. Ну отличное дело. Ну замечательно. Подумайте вы о людях. Что вы людям-то дадите? Ну дайте им параллельно, я не знаю там, что они будете делать. Работу. Значит, работу невозможно получить на мосту. На строительском мосту. Почему? Ответ. Работают все. Турки. Турки. Турок привезли. Вот в Восток. Представляете, да? Китайцев меньше. Вот. 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 Дальше. Дальше. Я говорю. Я там тоже сидел. Там у меня был сам губернатор. Знакомые тоже сидели с ним. Я ему говорю. Слушайте, что вы делаете? Он говорит. Да это не мы. Причем тут мы. Нам сказали там, Агаваров строил эти там, университет там строил, еще кто-то. И он вез, кого он вез. Но. Правда жизни заключалась в следующем. Они пошли по Владивостоку. Что-нибудь, кто-нибудь может? Может. Какое-нибудь отношение. Бетон замесить. Может? Нет. Понимаете? Нету руки. Да нет. Нет людей. Специалистов нету. Специалистов нету. Специалистов нету. А то, что бетон замесить. Нет. Все непросто. Да. Есть люди, которые бы пошли месить. Им сказали, где месить. Сколько на собрании в лестнице. Дальше они задают простой вопрос. Сколько это будет стоить? Ааа. Нет. За эти деньги я месить не буду. Я вообще учитель бывший. У меня там еще кто-нибудь я. И так далее. И так далее. Я месить не буду. Да. А я. А за сколько будешь? А за 15 будут. А 15 у меня нет. Все. А турок его привезли. Мудиваться нету. Они там бились об стену. Значит. Они кричали. Бесились. Бушевали. Построили. Ну турок там не так могло. Но там был полный Вавилон. Полный Вавилон. И строили. Значит. Специальные. Ну там. Серьезные эти наши настостроители. Построили прекрасно. Все это так. Я все время писал. Что люди. Слушайте. Ну дайте вы людям чего-нибудь. Ну почему так. Большой инфраструктурный проект. Постоянно. Он проходит в атмосфере ненависти. На этой территории. Ради которой вроде как все и делается. Ну почему это так. Ну неужели нельзя это тактически. Ну мы же знаем как это делать. Наконец все это построили. Прилетел я туда. В Володивосток. К своим друзьям. Которые критиковали. Убили. Орали. Кричали. Что я москвич. Я говорю. Мост то нужен. Да ты москвич. Тебе может это нужен. Я говорю. Ты оторвался. Ты там что-то. Приезжай. Я во всем виноват. Приезжаю. Все построили. Я говорю. Я на один день. Там был цампит. Я на один день. Глубить Восточ. Посмотрите. Я в Крым на один день. Глубить Восточ. Восемь часов туда. Восемь часов. Я говорю. Дайте мне. Я выходить. Часа два посплю. Да? Я говорю. Юльичу. Ты что. Мосты не посмотришь? Мы тут строили. Строили. Для тебя. Дурака. Ты быстро из аэропорта. Нисководным мостом. Там все там. Фантастические сооружения. Они увидели город. Свою. Они были. Они заехали на мост. А он находится на плутокенной высоте. Там. Воздух стоит массовка. Они заехали туда. Мы живем в красивом месте. Никогда не видели. Потому что. Переправа. Это котирок. Ну. Одно дело. С котирка спал. Другое дело. Вот. Понимаете. Конечно. Есть такое противоречие. Когда. У нас была идея такая. У нас. У россиян. Что. Тут даже. Было. Такое. Смелое. Расскажение. Такие было. Может. Крымчане. Как-то нам помогут. Тоже поменьше. Территорию приоритетного развития. для той же россии. Тоже. Исходя из того, что не все хорошо. А как вы сделаете приоритетную территорию развития. Здесь большинство чиновников остались бывших с Украины. У населения. Наверное. Процентов на 50 осталась коррупция. Как не получить денег побольше. И тому подобное. Ну. Вообще. Экспериментировать это очень очень сложно. Ну. Четырехразовое питание. Да. Бесплатное четырехразовое питание на берег моря. Как именно. Слушайте. Я посмотрел. Не знаю. Это правда? Да. Я посмотрел фотографии. Нет. Понимаете. Ну. Какие бы есть. Такие есть. Я на это все вот смотрел. А потом еще Украина присутствует. Вы все такие. Знаете почему? Знаете почему? У нас так легко. В глаза начальнику глядят. И говорят воруют. Знаете почему? Потому что видят что-то. Какое-то вот. Они прекрасно представляют, как это бывает. Это не то работает. Понимаете? У меня есть мой знакомый. Значит. С которым мы вечно тоже спорим. Он вечно. Значит. Он страшный. Простой человек. Мы с ним хороших отношений. И он дико критикует. Вообще. Власть всю ворота. Метет это у меня. Власть со страшных слоев. И главное за коррупцией. За коррупцией. Сейчас мы умеем. Не коррупция. Если вы не привыкли работать. Ну. Вот сейчас вы убедитесь, что это не тот крылчай. Вот сейчас я вам расскажу эту историю. И он убедит тебя. Значит. История простая. Вот он ее критикует. Критикует. Потом мы с ним сидим. Он мрачный. Коррупция для него. Коррупционер. И говорит. Сидит мрачный. Ну что такое? Да. Бизнес накрыл. Я говорю. Какой у тебя бизнес такой? Я знаю. У меня там бизнес. Ничего не накрыло. Работались. Да мне другой. Какой? У меня был знакомый билиционер. Начальник билиции. И он за бабки права выделил. То есть. Он брал деньги. Нес. Строга. Угодил. Да? Получали права. Эти делились. Это бизнес. Я говорю. Дорогой. А это не коррупция? Это не коррупция. Это как? Нет. Это не коррупция. Это статья. Это статья. Нет. Это бизнес. Он мне говорит. Во-первых. И дальше он произносит то, что я говорил вам о том, что у нас народ абсолютно здравомыслящий. Да? Он говорит. Да что я там? Свои сто долларов заработал. Ты посмотри. Они там миллионы не крепут. В каком-то средстве вопрос. Миллиарды. 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 Так что вот. Смотри сейчас. Просто вы знаете какая штука? Это конечно. Это конечно. Такая очень зыбкая граница. Мне кажется, что. Я вот спел с крымчанами, с какими-то поведаться. Восстречаться. Пора спрашивать. Ну на уровне там. Хозяин отеля, в котором мы жили. Да там. Тетушка, которая убирает. Крымская подарка такая. Которую я быстро уйду. 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 Ну так привыкли. Я не знаю. Значит. Смотрите. Люди. Нормальные люди. Как люди. Все. И все. И постепенно. Мне вот кажется, что если сейчас мы сами себя загоним. Поверим в то, что тут или Россия нам тут все устроит. Или мы наоборот Россию научим. Мне кажется ничего. Будет так примерно постепенно. Вот я например уже ребятам рассказывал. Значит. Как выкручиваются. Ну. Тот же отель. В Ялте. Да. Я его заказал по. Через Booking.com. И думаю. Как же я через Booking.com заказал. Это же мировая сеть. А как же не закрыли это. Санкции же и вообще. Как это можно взять и заказать на Booking.com отель в Ялте. И этому Борису. Значит. Которые там. Хозяева. Говорят. Знакомились с ним вместе с ним. Говорят. А как выкручиваются. Он говорит. Чё. Дай ты. Бутинком. Оно же. Чё. Ты. Это украинский. То есть. Украинки сидят. И это работает. Машина. И тихо все. Люди. Люди приезжают. Слава Богу. Понимаете. Вот мне сейчас. В политическом смысле. Да. Мне. Нет. Вот я конечно. Страшно там. Патриот. За все хорошее. За все плохое. И так далее. Но. Я ведь за то, что не отель. Можно было там все заказать. Понимаете. Пока не создана новая структура. Которая мне так же легко и вот так мне это все сделает. Убрал машину. Значит. Вот у вас тут. Да. Читирование. Значит. Прихожу. Я на фейсбуке это все описывал. Значит. Прихожу. Полные карманы. Наличные деньги. Тут же карточки не ходят. Я знаю, что тут депозит большой. Принес. Я спросил, я буду... Слушай, да, мы будем считать. А карточки есть у нас? Есть. К вам не ходят же карточки. Слушай. В машине не ходят. Берет карту. Стоит вот эта вот штуковина. С которой человек уезжает. Терминал называется. Он туда мою карточку. Здесь выезжает это, все как положено, сняли с меня деньги, я за все это заплатил, дальше он берет вот такую байду, которую я не видел 20 лет, это такая ручная выкатка копии карты на копирки, там копирка вкладывается, закрывается и так вот прокатывается. Я говорю, это что такое, я такое видел последний раз 20 лет назад в Австрии, там там билеты продают на штраф, значит там всякие вот такие, на улице продают, там билеты, если у тебя карточка. Он говорит, ну вы же на 20 лет, машина времени, вы же на 20 лет уехали в прошлое, я говорю, ты мне расскажи, как с этим карточек, ну расскажи, я же никому не скажу, а я же не говорю, какая это компания тебе, он говорит, да ладно, ну что тут непонятно, что совсем, да, это что такое, телефон в сущности, а симка питерская, все, империалист тут над вами стоит, санкции вообразные, кто-то придумывает, а там симку питерскую люди вставляют просто. Нет таких препятствий, как платежи, конечно, и платежи, вот и платежи пошли, вот что касается, конечно, вот этих нюансов, чисто человеческих, как кто-то говорит, вот меня тоже немножко так задело, мне тетушка на набережной Ялты, я такая очень интеллигентная экскурсовод, сидит в будочке такой, знаете, продает экскурсии, сама же там водит, людей там, ну, билет, она говорит, было, условно говоря, там было 30 таких будочек, а то есть 15, не выдерживала конкуренции, то сидит под тратными предлогами, то срок аренды истек, то еще чего-то, то есть выживают, а вот это очень важный вопрос, для кого, но это вообще вопрос важный для России, для кого мы вообще живем, мы для чего живем, раньше Советский Союз, и всех много, я вовсе не такой, я не слепой поклонник, ну и так далее, но раньше Советский Союз существовал ровно за одним, значительная его часть, огромная часть Советского Союза, не только ради этого, но тем не менее, все для того, чтобы живы на уровне определенном, были многие, они бабушки, не давали пенсию, когда какой-нибудь фергонер не хватало, значит, каких-нибудь, где-то рождаемость падала, туда быстро к плотковой фабрике пристраивали какую-нибудь воинскую часть, и там все налаживалось, и так далее, вот это решали, вот эти вот все проблемы, если раньше Советская власть отправляла работу на окраину, в виде строительства заводов и так далее, то теперь окраина прибыла вся в Москве, да, 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 дайте нам работу, понимаете, вот в чем все штука, раньше говорят, Россия кормила там тех, на этой республике, да, она откупалась, она же понимала, значит, все приедут в Москву, она строила там заводы, она там воинский участник, здесь задумывались специально о тем, что, подожди, вот там у нас качики одни, да, ну-ка давай туда что-нибудь придумай, еще одну воинскую часть, комбинат металлургический, да, и так далее, и вообще совершенно ясно, что в огромном количестве мест, они с точки зрения экономики и чего-нибудь, они совершенно не нужны, и эта жизнь показала, как только перестройка началась, и вся эта наша, все эти 90-е годы, все это выглядело, они стоят пустые деревни, пустые коровники, все это, да, а люди-то куда делись, это же все несчастье человеческое, они там работали, куда делись, кто-то попивал, а кто-то или нет, вот малоход, наши проекты, да, огурец был выше себестоимости, особенно вот где-нибудь там у нас, на Дальнем Востоке, да, ну люди там нужны были, они же там жили, они же там границу охраняли, они же там заселяли это дело, все, они же, они же там, они, это была их жизнь, и у государства на это дело хватало, вот сейчас, мне кажется, и в Крыму надо, мне кажется, не допустить такой истории, что все это для ого-го, куда все это идет, а вот эти вот люди, простые крымские, они окажутся вот, скажут, ребята, а что-то мы не помним, а вы где в этой великой геостропедической задумке? Это очень важный вопрос, я тут с вами полностью уже согласен, и думаю, что так и не будет. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok